Телеканал Губерния запустил онлайн проект «Мамочки». Он адресован тем, у кого уже есть дети и тем, кто только планирует малыша. Это курс закрытых вебинаров, которые можно смотреть из любой точки мира через интернет. Но не просто смотреть, а еще и задавать вопросы лучшим специалистам. Неврологам, педиатрам, диетологам, психологам и так далее, в зависимости от темы вебинара. Они проходят каждую среду в 17.00. Уже успели обсудить тему прививок, вопросы грудного вскармливания, а также проблему аллергических реакций. Впереди новые вебинары. Как подбираются темы и специалисты, что волнует участников проекта «Мамочки»? Об этом мы расспросим его ведущей Екатерину Шитикова. Катя, доброе утро. Доброе утро. Рад видеть тебя у нас в студии. Катя, скажи, пожалуйста, вот три вебинара уже позади. Для нас это относительно такой новый формат. Поделись ощущениями, как вообще развивается проект. Увеличивается ли с каждым разом число участников? Действительно, формат новый. К нему нужно было присмотреться, привыкнуть. И я хочу сказать, что очень приятно, что действительно люди стали доверять, стали вникать в тему этих вебинаров. И проект развивается стремительными темпами, я бы сказала. То есть вот вебинар на тему аллергических реакций, который проходил в минувшую среду, он уже показал, что количество участников растет. Их интерес к вопросам тоже возрастает. Они активнее включаются в обсуждение. Они уже не ждут потом записи, а присутствуют в режиме онлайн, потому что это действительно эффективнее. И поэтому можно сказать, что в дальнейшем, я думаю, что уже сейчас даже нужно заранее как-то простраивать свои планы и регистрироваться для того, чтобы попасть в список участников. Потому что количество участников по-прежнему ограничено. И так как желающих становится больше, то не стоит медлить. А как выбираются темы для следующего вебинара? Ну, для меня, как для мамы, темы, в общем-то, находятся вот они на поверхности. Я сама в этой среде нахожусь и прекрасно понимаю, что волнует современных молодых мам. Также, безусловно, приходится смотреть и мониторить вообще, что обсуждают мамы, какие вопросы у них стоят острее. Плюс консультируемся со специалистами, которых мы к себе приглашаем. И обязательно у каждого специалиста я спрашиваю, что сейчас находится в разряде наболевших тем у мам, что их больше всего волнует, интересует. И эти темы мы обязательно берем для обсуждения. И, в общем-то, как показывает практика, как показывает отклик мам, ну, пока что мы идем в верном направлении. Но вот какая тема будет следующей? В следующую среду мы поговорим о питании беременных и кормящих мам. Это просто огромный, огромный пласт вопросов. Это можно обсуждать очень долго, но есть абсолютно конкретные четкие проблемы, да, как не допустить проблем в будущем у ребенка, которые могут быть связаны с питанием мамы. Потому что напрямую, на протяжении всей беременности, ребенок, состояние его зависит от того, чем питается мама. Ну и потом, естественно, когда мама кормит, она сразу понимает, что все-таки необходимо очень тщательно относиться к своему рациону. Я так понимаю, что участники во время вебинара активно задают вопросы. А предлагают ли они темы следующие для обсуждения? И если да, то как и лидируют? Да, есть участники, которые предлагают свои темы. Мы стараемся не останавливаться на очень узких темах и стараемся немного их расширять, чтобы все-таки большему числу участников это было интересно и для большего числа это было актуально. Сейчас я хочу сказать, что просят затронуть темы неврологии. Мы обязательно их возьмем. Я думаю, что это будет в апреле, в апрельских вебинарах. Психологию тоже. Мы пока еще не брали вопросы психологии, но обязательно возьмем. У меня уже на заметке есть и темы, и специалисты. Поэтому мы должны успеть все и постепенно будем двигаться. Главное, следить за нами. И как только вы увидите ту тему, которая вам интересна и актуальна, то сразу нужно присоединяться к нам. Просто да, действительно, число участников еще и зависит от того, насколько эта проблема, эта тема актуальна. А вот что за специалисты приходят в гости и участвуют в вебинарах? Без преувеличения могу сказать, что это лучшие специалисты города, это даже лучшие специалисты края. Это те врачи, которым запись расписана на месяц вперед, как минимум. То есть, если даже очень хочется попасть на прием, то приходится вставать в лист ожидания или записываться, допустим, только на следующий месяц. Поэтому здесь есть возможность познакомиться со специалистом гораздо быстрее, понять его и задать свой вопрос. А есть ли возможность вот этот вебинар пересмотреть? То есть, существует ли какая-то запись? Можно ли ее потом показать членам своей семьи? Да, не все же в онлайн-режиме не все успевают, или потом просто хотят пересмотреть? Возможно ли это? Да, конечно. Мы, во-первых, попытались выбрать там максимально подходящее удобное время, но, опять же, могут возникнуть какие-то дела, и человек не может поприсутствовать в режиме онлайн. Всем участникам, которые зарегистрировались и оплатили, обязательно приходит ссылка на запись вебинара. Запись в отличном, в хорошем качестве, когда можно спокойно сесть, и действительно, может быть, там пригласив бабушку, которая помогает вам в воспитании, да, ребенка, и которая тоже участвует, который не без различных вопросов его здоровья, пригласите вместе посмотреть и сказать, вот видишь, что говорит специалист. Вот, поэтому такая возможность, она есть. Плюс есть возможность даже купить записи вебинаров. Все это можно найти на портале gubernia.com, там доступна вся информация. Катя, давай еще раз напомним дату и тему следующего вебинара. Мы встречаемся теперь 20 марта, это среда, обсуждаем питание беременных и кормящих мам, мы ждем опытного специалиста, врач поможет разобраться во всех вопросах, мы разберем наш рацион с вами, мамочки, наше меню по полочкам буквально, вот, поэтому готовьтесь. 20 марта в 17 часов. Регистрация на портале gubernia.com, обязательно обращаемся вот сейчас к нашим телезрителям, кому стало интересно, обязательно зарегистрируйтесь, принимите участие в вебинаре. Спасибо большое, Катя, что пришла к нам в гости. Ждем вновь к нам в студию, приходи обязательно. У нас в гостях была Екатерина Шитикова, ведущая онлайн-курса «Мамочки». Субтитры создавал DimaTorzok